Пять учеников Малаховской школы-интерната стали победителями и призёрами Московского областного чемпионата Обилимпикс. Конкурс по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья провели в 40 городах Подмосковья. С участниками чемпионата пообщалась моя коллега. Роман Суховий начал изучать переплётное дело только этим летом. Сейчас создаёт блокноты на заказ и в подарок близким. Сначала Роман сдавливает листы под прессом, а затем сшивает их. Последние штрихи – создание корешка и обложки. Вначале я делаю картонные заготовки. То есть, допустим, вот эта часть, сам корешок, который подбирается по толщине блока. Он обычно на миллиметр больше с каждой стороны, чем сам корешок и задняя сторона. Цвет подбирают по своему желанию или предпочтению заказчика. Главное, чтобы оформление было в едином цвете и стиле. На создание одного блокнота уходит три часа. Столько времени понадобилось на Обилимпиксе. Итог – первое место. Конечно, за моё зрение, мне мешает. С ним трудно, так скажем, работать, шить. Много не видно. Сложности были с ровностью. То есть, ровно согнуть, ровно прошить. Вымерить все размеры для обложки. Но со временем это пришло уже как на автомате. Плохое зрение победе не помешало. Роман представит Московскую область на всероссийском этапе. Свою жизнь юноша планирует связать с творчеством, стать дизайнером. А его одноклассник Артём Мартынов предпочитает точные науки. Школьник участвовал в категории сборка-разборка электронного оборудования и занял второе место. И на чемпионате был очень старый системный блок. При разборке некоторые нюансы вышли. То, что он немножечко старенький, там где-то что-то работает, не работает. Немножечко по времени не успел. Впервые Артём разобрал компьютер в 10 лет. Обратно собрал его за неделю. Но устройство не заработало. Потребовалось ещё неделя, чтобы вернуть компьютер в рабочий режим. Потом стал уже интерес их разбирать, делать, апгрейдить. Сейчас Артём помогает друзьям и близким чинить телефоны. Разбился экран, устройство попало под воду или просто перестало работать. Всё это он легко исправляет. Несмотря на слабое зрение, может припаять даже самые мелкие детали. Дорожки тонкие. И обычным паяльником их можно просто сжечь. Это надо аккуратненько делать феном специальным паяльным и припоем. Там такой провод при небольшом нагреве, градусов 200, он уже всё. Он уже просто сгорает и всё, его не восстановить. Внимание к деталям и самодисциплину школьникам привил Евгений Назаров. Учитель физики, биологии, астрономии и физкультуры. Он и предложил ребятам поучаствовать в областном конкурсе. Мы открыли все возможные компетенции, позвали ребят, которые по условиям конкурса могли в нем участвовать. И каждый из них выбрал ту компетенцию, которая ему наиболее интересна. Некоторые выборы для нас были достаточно неожиданными. Дети в школе показывают себя с одной стороны, и некоторые аспекты их жизни нам не видны. Поучаствовав в этом конкурсе, они проявили себя с тех сторон, которые обычно в школе не проявляют. На чемпионате соревновались более двух тысяч человек. Предпринимательство, администрирование отелей и адаптивная физическая культура. Во всех заявленных компетенциях ученики Малаховской школы-интерната заняли призовые места.